Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Прием КФУ-2016» и у нас в гостях проректор по инженерной деятельности Кашапов Наиль Файкович. Здравствуйте, Наиль Файкович! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, чем уникален и интересен Инженерный институт Казанского Федерального? Ну, в принципе, инженерное образование у нас, конечно, ведется в, скажем, в Республике, в России во многих специальностях, особенно в технических вузах, да, но у нас отличие в том, что мы, являясь, значит, именно классическим университетом, став дальнейшим федеральным, мы имеем возможность именно через Инженерный институт научной разработки, которые делаются в других институтах университета, доводить до НИОКР и до дальнейшего внедрения в промышленность. Вот я считаю, что именно уникальность заключается в том, что те разработки, которые сделали ученые за счет Инженерного института, должны быстрее доходить в промышленность. Например, в технических вузах, которые занимаются только уже конкретно техническими специальностями, они не владеют той базой, той основой фундаментальности, которая уже есть в университете, то есть у них все-таки есть некоторые ограничения именно в технологиях, в том, что они внедряют. То есть, допустим, если нефтяное, значит, то только нефтяное. Скажем, если чистое машиностроение, то машиностроение. У нас же есть возможность, допустим, в нефтяную отрасль вводить именно достижения биологов, то есть для переработки нефти, например, биологические объекты. В то же самое машиностроение мы можем, допустим, вводить направление, скажем, мы уже машиностроение конкретно для нефтяной области или для переработки тех же биосубстанций. Ну а у нас в инженерном институте основное направление, конечно, сделано на биомедицинской инженерии в плане робототехники. То у нас есть, значит, и как промышленные роботы, так и человекоподобные, то есть андроидные роботы. Соответственно, то, что делается, говоришь, биологи, мы можем через роботов автоматизировать и, опять же, внедрять, допустим, для лечения тех же, скажем, постинсультных больных, так как, допустим, разработку руки по определенной технологии это делается с помощью роботизированных комплексов. Ну и другое основное направление, которое, опять-таки, завязано робототехнику, потому что роботы, они индивидуальны для медицины, это аддитивные технологии. То есть именно это 3D-процепирование, то есть, скажем так, у нас в университете, в инженерном сути, есть уникальные 3D-принтеры, которых, в общем-то, и в России нет, то есть, допустим, единичном экземпляре, как связанные с полимерными изделиями, так и с изделиями из металла. Просто невероятно. Наверное, конкурс будет очень сложным. Ну, ситуация ведь какова. Конечно, конкурс у нас есть, средние баллы ЕГЭ достаточно высокие, но ведь все-таки университет уникален всем, допустим, у нас же, я говорю, вот та же самая биомедицина, там большие конкурсы. У нас тоже хороший конкурс, всегда большой, но нельзя, я считаю, что не надо пугаться, потому что, в принципе, мы же рассуждаем, ну, именно, как говорят, у нас обязательно физика, математика, русский язык. То есть, поэтому именно сочетание, скажем, ну, даже не знаю, как сказать, все-таки кто физикой, математикой интересуются и однозначно сумеют перестроиться на инженерию, это достаточно, я считаю, интересно было, будет. А как обстоит дело с бюджетом? Ну, у нас, понимаете, инженерный суд новый, конечно, соответственно, у нас пока бюджетные места растут, но мы больше делаем упор, опять-таки, на магистратуру. Ну, мы в этом году имеем, где-то, допустим, получается, по управлению качеством 30 мест на робототехнику набираем, где-то человек 30, то есть, вот, в общей сложности, это чисто по бакалавриату. Ну, и будем сейчас набирать, ясно, уже техническая физика и энергетика перешла в инженерный суд, туда будем набирать 20 человек, то есть, где-то суммарно порядка, наверное, 100 человек, получается, бюджетных мест. Ну, у нас, конечно, много небюджетников, иностранных студентов приходят. Скажите, а вот как стать востребованным инженером, если ты закончил инженерный институт КФУ? Ну, дело в том, что я как раз вижу, что кто закончит инженерный институт, сразу будет востребованным, потому что, еще раз говорю, так как у нас фундаментальные дисциплины мы пытаемся передавать, допустим, так же, как в институте физики, и в то же время даем инженерные дисциплины, то, конечно, скажем, с указанием даже немножко конкретизируем, как в биомедицине или нефтяные отрасли, то есть, это позволяет ему, наоборот, очень легко из-за обширности знаний, очень легко адаптироваться на конкретику, хотя обязательно инженерству дают еще конкретные вещи, допустим, то, что связано с инженерной графикой, то есть, уже то, что непосредственно нужно в чертежах разбираться и так далее. То есть, кроме знаний, мы еще даем навыки и умения конкретные, поэтому я думаю, что тут вопрос, он, скажем, не вызывает особых сомнений. Каковы ваши пожелания будущим абитуриентам и выпускникам инженерного института? Ну, главное, все-таки, я считаю, что должны быть люди устремленные, и мы должны стремиться современности к тому, чтобы те исследования, то, что есть, реализовать и применить конкретно для людей. И вот мое пожелание, когда вы живите для людей, живите для себя, потому что, скажем, мы все вместе, если, скажем, любые достижения, которые есть в науке и в инженерии, идут для человека. Соответственно, человек, работая над этими специальностями, над этими проблемами, работает для всех людей. То есть, я считаю, вот как раз именно, главное пожелание – это живите, живите полной жизнью, тогда будет все. Спасибо за полные и ясные ответы, Наиль Фаикович. Очень хочется, чтобы к вам поступили только самые талантливые абитуриенты. Ну, а если вы, дорогие друзья, можете ставить и готовы решать самые сложные задачи, то инженерный институт Казанского федерального открыл свои двери именно для вас. Не упускайте свой шанс и до новых встреч в КФУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова